Печальное состояние водных артерий Самарканда Каналов и коллекторов и прибрежной территории Приведение в порядок дренажной системы и другое Такая тема была поднята Хукимом в Самарканской области На видеоселекторном аппаратном совещании По данным рабочей группы областного Хакимиата На охраняемых территориях расположено 652 жилых и нежилых объекта По расчетам для перемещения объекта в соответствии с законодательством Потребуется около 163 миллиардов сумм Как отметил Эркинджон Турдемов Самовольное строительство на прибрежной защитной зоне И масштабное загрязнение мусором Привело к блокированию коллекторов и водных путей Существующие каналы и коллекторно-дренажные сети в Самарканде Не спасают от затопления некоторые улицы города Так как их текущее состояние оставляет желать лучшего В соответствии с постановлением Кабинета министров От 17 апреля 2019 года Был создан специализированный отдел по использованию каналов И коллекторно-дренажных сетей на территории Самарканда В составе городского управления благоустройства В инвестиционной программе на 2018-2019 годы Были предусмотрены реконструкции и ремонт одного ирригационного И трех миллиардов активных объектов в городе Самарканде На что было выделено 10 миллиардов суммов Каналы и коллекторы были распределены между несколькими организациями Которые должны были выполнить работы по реконструкции Рабочая группа выявила ряд недостатков Было рассмотрено предложение заново пересмотреть проект Сделать экспертизу и сопроводить научным обоснованием Следующая тема была посвящена изучению результатов проверки Счетной палаты Республики Узбекистан Общеобразовательных школ области в январе текущего года По итогам мониторинга в городе Самарканде По Ярыкском, Штаханском, Тайлякском и Постаргомском районах Зафиксированы ошибки и недочеты на сумму более 6 миллиардов суммов Среди них лишнее начисление заработной платы Отпускных, дегритных Неправильная выплата премий из фонда директоров Перечисление денежных средств на пластиковые карты Неработающим сотрудникам и другое Начальник управления народного образования Усманов Проинформировал присутствующих о рассмотрении данного вопроса На коллегиальном совещании Министерства народного образования на этой неделе Итоги коллегиального совета со стороны пресс-службы управления Будут опубликованы в средствах массовой информации Также на собрании были обсуждены вопросы реагирования на негативные материалы Размещенные на интернет-страницах и в социальных сетях Из 111 публикаций за неделю без ответа осталось 31 По итогам рассмотренных тем начальник областного управления по строительству Назаров Главный архитектор Ильмурадов Начальник специализированного эксплуатационно-монтажного отдела Иралиев Начальник управления насосных станций энергетики Акрамов Будут привлечены к административной ответственности Продолжение следует... Продолжение следует...